Приветствую вас, я посмотрел на вопросы, которые вы задавали раньше. Вы в основном публиковали свои запросы в разделе эзотерика. У вас два вопроса в разделе эзотерика. И, собственно, я думаю, что по этой причине вы задали свой вопрос в разделе эзотерика по подобному же принципу, то есть вы задавали свой вопрос так, что на него ответить можно лишь в позиции эзотерика. Наиболее правильно, наиболее адекватно, наиболее объективно. Тогда как психологи используют научный подход к решению проблем, используют научные методы решения проблем, а именно анализ, синтез, моделирование и так далее. И, исходя из этого, можно сделать вывод, что вы для решения своей проблемы предоставили не слишком много информации. А если говорить откровенно, то вообще никакой информации для работы именно психологического плана вы не предоставили. Ну вот, например, мои коллеги говорят, что вы снимаете с себя ответственность. Я не думаю, что это так. Не думаю, что вы перекладываете откровенно ответственность с себя на других. Но думаю, что есть некоторое негативное направление в том, что вы сейчас делаете, как вы сейчас мыслите. Есть несколько вопросов у меня к вам, которые я вынужден задать для того, чтобы лучше понять вашу ситуацию и чтобы иметь возможность вам помочь. Первое. Вы пишите, что наша свекровь не видела вас с дочерью, видела соперницу, которая забрала ее любимого сына. То есть у вас изначально была установка на то, что свекровь должна видеть вас в качестве своей дочери. Но, к сожалению, наиболее проблемные отношения как раз таки между свекровью и женой ее сына. И нельзя говорить, что абсолютно каждая свекровь принимает жену сына как дочь. Из этого можно сделать предположение, что вы идеализировали отношения с свекровью. То есть у вас изначально был некий образ идеальных отношений с ними, которые вы бы хотели иметь. И к чему вы, наверное, стремились. Но из-за стремления к этому идеалу вы не смогли принять реальность. Вы оказались не готовы к реальности. И это первая проблема. Почему вам так хотелось, чтобы свекровь приняла вас как дочь? Ведь вы же, по сути дела, жена своего мужчины. Вы здесь не написали, что вы произвелись еще. Значит, полагаю, что развода нет. Мужчина только от вас ушел. Вы жена своего мужа. И вы родной человек только для него. Не для свекрови. Или для кого бы то ни было еще. Вы не родной человек. Только для мужчин. Все остальное, это по случаю. По желанию. В зависимости от ситуации. Именно так. Дальше. Следующий вопрос, который вы по желанию можете рассмотреть. «Свекровь». Заключается вот в чем. Значит, несмотря на то, что свекровь «Свекровь» Возпринимала вас как соперницу. В 15 лет вы жили с мужем в любви и радости. «Свекровь». И она, то есть свекровь сделала все, чтобы вы растали. Но как вы могли жить 15 лет в радости и любви, если изначально, как мужчина привел вас в свой дом, свекровь отказалась вас принимать. Либо какое-то время действия свекрови на вас с мужем никак не отражались. Либо вы не всегда жили в доме мужа. То есть свекрови. Соответственно, вопрос заключается в том, почему мужчина привел вас в свой дом, если вы жили где-то до этого, что способствовало вам, что обусловило ваш приход в его дом. И почему вы не вернулись обратно? Там, где вы жили в любви и радости. Если вы жили в любви и радости изначально в доме мужа, то с какого момента и почему свекровь начала на вас влиять так, что мужчина от вас ушел? Что произошло? Что изменилось? С какого момента жизнь в радости и любви сменились на жизнь, в разыскании которой мужчина от вас ушел? Этот момент тоже нужно разобраться. Проработать. Дальше. Следующий вопрос. Мужчина ушел, снял жилье, а его мама осталась с вами. Как-то, знаете, странно получается. Мужчина якобы из-за своего недовольства вами, из-за своего недовольства, может быть, действиями свекрови, тут непонятно, ушел. Но получается, что он ушел не только от вас, получается, что он ушел и от своей мамы тут же. Может быть, ему просто надоело, что вы постоянно ссоритесь со свекровью? Может быть, он просто потерял терпение и не захотел жить не только с вами, но и со свекровью? Вы обе внушили ему некий дискомфорт. Вы обе принесли в его жизнь негатив. Может быть, так. И тогда вам нужно стараться хотя бы ради мужчины отношения со свекровью наладить так, чтобы хотя бы от вас негатив не исходил. Чтобы мужчина не видел в вас второго конфликта со свекровью. Свекровь женщина пожилая, старая, со своими страхами, со своими проблемами, со своими стремлениями, желаниями. Но самое главное, как любой по силу и человек, она боится потерять свою значимость, боится остаться без внимания и так далее. Ее ревность продиктована внутренним дефицитом. Ее собственных желаний и потребностей. Вам причинно-следственную связь между этими потребностями, желаниями и дефицитом нужно выявить. Понять, что свекровь действует не на вас. Она общается не с вами. Она общается через вас с собой. Потому что ее желание для нее на первом месте. Она боится, что останется одна, что не будет никому нужна и так далее. По сути, эта женщина нуждается в жалости. Относитесь к ней именно так, как в жалости. Ведь вы гораздо мудрее в нее, гораздо опытнее в нее. Гораздо лучше видеть мир, освежающий мир. Гораздо лучше в нем ориентируйтесь. И потому вам нужно быть немножечко хедрее, немножечко мудрее, немножечко эластичнее, приспособленнее к жизни. И главное, если такой момент присутствует, то нужно всячески исключить наличие выбора мужчины между вами обеими. Мужчина не имеет возможности и не должен выбирать между вами обеими. Это либо вы, либо свекровь. А что-то мне подсказывает, что именно такой выбор вы перед ним поставите. И это неправильный выбор. Свекровь, как мать, она от него это может требовать. Она может требовать, но не имеет права. И вы не можете требовать. Хоть и имеете право. Так будьте же выше своей свекрови. Будьте же лучше в нее. И тогда, возможно, ситуация изменится. Тогда, возможно, ситуация станет лучше, ситуация станет понятнее. И, наконец, последний вопрос, который вы задаете. Обречены ли вы на совместное существование с ней за свекровью? Вы знаете, я не совсем понимаю, почему свекровь осталась с вами. Если она видит вас в сопернице. Если она не приняла вас так дольше. И, соответственно, она не хотела бы жить с вами. Она с вами осталась. Почему? Что ее двигало? Чем обусловлен ее выбор? И почему мужчина не взял ее с собой? Не потому ли, что у него с ней, то есть с его мамой, тоже имеется определенный конфликт. Если так, то вы можете своего мужа в этом конфликте поддержать. И тем самым получить возможность вновь с ним пройтись. Если, конечно, хотите. Для этого нужно понять суть конфликта. И дать мужчине то, что он хочет. То, в чем он навязывается. Без этого вам наладить отношения не получится никак. Ну, и в завершении хочется сказать, что если вы будете вступать в открытое противостояние к сугробе, то ничего хорошего из этого не получится. У вас есть свои сильные стороны и у вас есть своя собственная роль в жизни мужчины. И у су крови есть своя собственная роль в жизни мужчины и свои собственные стороны. Вам нужно просто показать мужчине, что вы можете ему дать. А что может дать ему его мама. И если мужчина увидит, что вы можете дать ему больше То он будет сладен Если, конечно, вы любите его и хотите для него эту Ну а если нет, то мужчина, может быть, не будет с вами обеими И неизвестно тогда, кому от этого будет лучше Уважаемая Наталья, я задал вам ряд вопросов И для разрешения, для отбора вашей проблемы Необходимо ответить на эти вопросы Необходимо прояснить их хотя бы для себя, вам Чтобы более полно понимать ситуацию Уверен, если вы ответите на эти вопросы Стратегия поведения дальнейшего вам станет более ясна Вы сможете четко представлять себе цель Которую вы теперь будете идти Я надеюсь, что эта цель будет выбрана правильно, будет выбрана верно И вы получите в итоге То, что хотите И будете счастливы На этом все Надеюсь, что помог вам Если какие-то вопросы остались Обращайтесь в личку Помогу, если вам понравился мой ответ Буду благодарен, если сделаете его лучшим Желаю вам всего доброго Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому